МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо. В музыке, получается, с самого детства, правильно? Да, с самого раннего детства. С непоседливого. С непоседливой даже раньше. Впервые я вышел на сцену, когда мне было 8 лет. Что вот за это время, за сознательное твое творчество, что в шоу-бизнесе изменилось? Ну, скажем так, в шоу-бизнесе во взрослом я стартанул с дуэта Смэш, это был 2002 год, и сольно я пою, в общем-то, с 2005-го. Поэтому многое изменилось, хочу честно сказать. И скорость информации, передача информации, конечно, развитие интернета во многом поменяло и музыкальную сферу. Но продюсер по-прежнему так важен или нет? Ну, я уже много лет работаю без продюсера. Значит, не важно. Но, конечно, первый какой-то такой трамплин и первая поддержка, она должна быть обязательно, и должны быть определенные люди, продюсерские центры или продюсеры, которые помогают, поддерживают и наставляют. Кстати, Сергей, вы сказали про интернет. Нет ли желания попробовать себя и в этом направлении, может быть, какой-то блог, влог? Вот на Филиппа Бедросовича посмотрите. На что человек ради хайпа готов? Ты готов на это ради хайпа? Я не буду вести блог, влог, только потому что это там модно. У меня по факту не хватает на это времени, потому что я очень много гастролирую, у меня концертное шоу, я с ним езжу по стране, у меня спектакли, у меня много бизнесов, которыми я занимаюсь. Я просто физически не успеваю, потому что блогер, наверное... Блог-блог, это может быть трек, выпущенный специально для интернета. А такой есть, кстати. Такой есть. Я выпустил недавно специальный, у меня был такой эксперимент под псевдонимом LVS, я выпустил трек в соцсети. Какая реакция? Реакция была ту, которую я, собственно, и хотел увидеть. Люди, которые никогда не слушали Сергея Лазарева, они стали постить в себя этот трек, они меня не узнали. И я хотел попробовать на более, скажем так, модную, модную совсем аудиторию, которая считает, что Сергей Лазарев это больше такая эстрада или поп-музыка, они поп-музыку не слушают, они крутые, альтернативные, там, не знаю, продвинутые. Кстати, мне очень понравился трек. Отличный трек, который отлично зашел, и мне было так радостно наблюдать, когда трек появлялся в плейлистах у людей, которые вообще поп-музыку не слушают. Но это хорошо, потому что я, во-первых, расширяю горизонт, и рушу определенные стереотипы, что, например, Сергей Лазарев не может петь музыку для крутых чувачков, скажем так. Несколько лет назад ты активно очень продвигал себя и свое творчество на Запад. Ты выпускал альбомы англоязычные, ты записывался с действительно модными, актуальными западными исполнителями. Почему ты прекратил все это? Понял, что бессмысленно? Нет. Во-первых, моя история западная вся, и материалы на английском языке, она плавно перешла из дуэта с Мэш, потому что мы были ориентированы тогда, в 2002 году, именно на европейскую аудиторию, и впоследствии, когда я начал петь сольные, я, конечно, продолжил эту традицию и тенденции в том же направлении. Потом, понятно, что политические мировоззрения, да, не меняются. Санкции бесплатные. В том числе. В 2008 году, когда мы начали активно промоутироваться и выпускать, я начал выпускаться в Англии, у меня выходил сингл в Англии, случился мировой кризис, и действительно финансирование, скажем так, закрылось. Но сейчас путь про Brexit, это популярно в Англии. Но я все равно продолжил выпускать песни на английском языке, не забывая, конечно, о своей аудитории, потому что я сейчас больше сфокусировался на своей аудитории здесь, в России, или в странах, где говорят по-русски. Поэтому я очень много выпускаю треков на русском языке. Сейчас русские песни, русские композиции, русский альбом. В 2019 году он выйдет. Новый. Новый. Как называется новый альбом? Не скажу пока. Спасибо. Если уж мы начали говорить про бизнес, одно из направлений – это производство лакомств для собак, правильно? Собак и кошек. Я придумал это несколько лет назад и реализовал эту идею. Бизнес для собак и кошек, кондитерская изначально. Это были пирожные торты, которым назвали пудель-штрудель. И впоследствии, когда мы стали расширяться, уже открылся магазин, мы дополнились кормами. Идея, потом интернет-магазин, потом магазин уже розничный. И сейчас... Сколько у тебя магазинов? Сейчас один, но мы сейчас планируем открыть еще один. Он приносит тебе что-то? Сейчас мы уже вышли в самоокупаемость и потихонечку выходим в прибыль. Интернет-магазин два года назад уже вышел на плюс. Но так как мы открыли розницу и открыли, безусловно, новые расходы, я все это делаю на свои собственные деньги, заработанные из другого бизнеса, с музыки. Главный вопрос, который возникает после перечисления всех этих, можно назвать, регалий, то есть актер, популярный исполнитель, бизнесмен. Для чего? В смысле? Деньги заработать. Несмотря что... Или по-другому ты просто не можешь. Нет, дело в том, что я вообще все делаю ради удовольствия, ради развития. Что касается театра, я играю в театре «Мне Пушкин» уже много-много лет. Понятное дело, что это не для заработка. Это моя отдушина в какой-то степени. Да, основные свои деньги, на что я существую, на что я развиваюсь, на что я кормлю свою семью и не только. Это, конечно, музыка, это концерт, это шоу, которое я делаю. Я один из немногих в нашей стране, кто возит полноценное шоу. Я вожу декорации, свет, звук по всем городам. Ну тогда силы здоровья, чтобы все твои многочисленные направления, работы, бизнесы, проекты, планы в 2019 году только развивались, крепли и как-то вот приносили тебе не только радость и удовлетворение. Поздравляем с наступающим. Поздравь публику. Да, от всей души, как у камеры мне сказать. Вот пряменько. Да, я хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Здоровья, удачи и пусть Новый Год принесет только радость и счастье. Ура. Спасибо. Спасибо, процветание. Спасибо, спасибо. О том, как оторваться от конкурентов в шоу-бизнесе, мы говорили с популярным певцом Сергеем Лазаревым. Ни стужа, ни снежные заносы. Для этого волшебника не преграда. По дороге к Новому Году главный Дед Мороз страны задержался в Санкт-Петербурге.